Добрый вечер, Ольга Синих. В 2005 году купили дачу. У соседей уже рос абрикос высотой 2,5 метра. Первый раз засвел и взял 20-30 плодов только в 2018 году. Это получается 15 лет ждали. Уже в 2019 был вечно абрикосами. Сами плоды маленькие были, но очень сладкие. В 2020 году дерево засохло. Ух ты, жалко. Но после зимы немного было зеленой поросли на ветках. На этом и все. Хотелось получить ваш комментарий по поводу позднего плодоношения. Вопрос о том, почему дерево погибло, не стоит. Дерево иногда обрезали, болело на миллионах. Я всегда говорю, вот вы не знакомы с этим абрикосом? Мне бы его купили, вы купили дачу, он уже был. 95 процентов, что гниет основание штамба. А уже вот это добавляет как? Я, допустим, с абрикосом много лет, и сейчас у меня живут абрикосы 30-летние. Даже есть 32-33 года им, да? Привитые. Черт не знает в каком веке. И я с них срезал сотни черенков, потому что у меня сад маленький, а кушать хочется. Так, сотни. И они живы до сих пор. Они изуродованы морозами. То есть обрезка черенков ослабила их. Поэтому морозобойно уже только поэтому. Так ведь? Вот. Но вот самое главное, они у меня были посажены холмы. Я одной болезни избавился. Болезнь я имею ввиду, как эти болезни. Незнание основ, что любое дерево 10-20-30 лет к этому времени вырастает у себя холм. Это естественный процесс. С годами оно бы давно сгнило, погибло. Но оно, я не говорю специально, но когда-то был отбор, и те, которые выпирали корни, поднимали почву, получался холм, они же и оставались. А те, которых холм не было, или которые не успевали его сделать, они сгнивали. И сейчас ходите по лесу, везде холмы. А в садах? Вот. И получается вот этот дурацкий подлый прием, который до последних дней поддерживают люди с погонами докторов и кандидатов. Вот. Наверняка даже у академиков можно старые найти публикации, уже сотни. Их, наверняка, они-то, это мы учили вот этим простым советских людей. И вот у вас, Леонид Лобасов, значит, соседи почти наверняка садили, но ты знаешь, что они даже погибнут сразу. Ну, он пожил 2005-го до 2020-го, ну, 15 лет, успел что-то дать вам. Правда, 13 лет не плодоносил, считайте, что он себя не окупил. Вот. И все-таки, хотя его калечили, но если бы сразу посадили на холм, уверен, что в 2005-м году я на холм никто не садил. Я с 2004-го начал печататься, но это не вся страна. Меня запрещали печатать официально. Ваши шестьсоток ведущая газета запретили. Толока, крупнейшая газета, вот, запретили. Наш главный редактор, говорит мне журналист, вас терпеть не может. И что теперь? Теперь абрикос, это, раз поплодоносил и помер. Пусть он прожил, ну, 15 лет. Он и жил, и гнил, жил, и гнил. А вот эта обрезка, видите как, у меня сухой климат, сегу мало на этих самых, на холмах. И продержались абрикосы 30 лет. Они с ним просто держались. Ну, посмотрите, какие урожаи, я же ничего не скрывал. Вот, а болело манилиозом, это уже последствия. Это уже следствия. Вначале гниет основание штамба, плюс обрезка, и потом заболело манилиозом. Так, перед закладкой инсификации, некоторое время держу куски в воде с пересековой водородой. Забачивание поиска тоже добавляю перекись. Она и беззараживает, и стимулирует. Ну, чё ж. Ну, чём ваш опыт? Перекись, это правильно, ведь продвинутые овощеводы её используют. Я, когда говорил про эту самую, просто забыл его упомянуть. Марганцовка всегда на слуху, перекись чуть реже. Серёжка, как бороться с солнечными ожогами? Вопрос. Когда бурная весна сменяется на заморозки, славится карат, умирает полностью камбия, дерево погибает. Понимаете, Сергей, у меня все деревья избиты этими ожогами. Но выбор был такой. Вот. Значит, я смотрю, солнечные ожоги, ну, давайте уже так говорить. Наверное, существует какая-то должна быть закономерность. Если солнечный ожог, откуда он может быть? В середине 12, когда я специально наблюдал. Вот 12 часов дня. Называется солнцестояние. Так, нет, не так. 12 часов, это как-то, 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 когда солнце... Оно, фактически, оно даже в зените должно быть. И оно не греет ещё. Встаёт с востока, не греет. 12 часов дня, оно на юге, не греет. И только оно переходит на запад, начинает греть. Где должны быть солнечные ожоги? На западе. Ну, так же. Там, где действительно уже нагревает капитально. А смотришь, они где угодно могут быть. То есть, нету ни системы, нету ни закономерности. Тогда я принимаю другой вариант. Значит, если морозы, в любом месте, где не обязательно с солнечной стороны, в любом месте может появиться морозобойность. Попробуйте отличить морозобойность от солнечного ожога. Я, например, до сих пор не знаю, в чём разница. Но она может быть с юга, с запада, с севера, ветра, ледяные. Так же? Почему в этом морозобойне и быть тут? Вот. Другое дело, я убедился на абрикосах. Это самый, казалось бы, такой капризный овощ. Ну, припешки не берём, мы не зря их укрываем. Абрикосы, вон, и растут, я к ним не подхожу. Так. А они, эти страшнючие ожоги, или в скобках морозобойны, вылечивают как? Они просто их залечивают, но по-своему. И вот так, смотрите, жутко на дерево. А оно уже растёт себе. Не обращая внимания на вот это вот самое, тут вот всё мертво. А оно вот так берёт. После обрезки, тем более на конце, всё это в районе никогда не зарастает. А ожог натуральный, вот такой вот, да, вот такой, он берёт, заплывает. Не полностью. Но как он заплывает, полностью восстанавливали дерево, и когда я подхожу к 30-летнему дереву, я вижу на нём метровые приросты. Как и у дерева, где нет морозобойны. То есть оно полностью себя вылечило. Без всяких этих, я считаю, что это неправильно, без всяких этих приёмов, типа вырезать морозобойну. Помните старые советы, которые в 21 век перешли. Замазать коровьим дерьмом, помните? Замазать этим самым чайливым листом, потом чайной кислотой, потом заклеить, ну, это самый, самодовар. Всё это. Я не делаю ничего, и я не мешаю, то есть перевожу в нормальный язык, я не мешаю деревьям себя вылечить. А вся агротехника, например, на то, чтобы помешать дереву себя вылечить. Вот так вот, извините, как с трибуна, как с наметен здесь. Субтитры создавал DimaTorzok,